Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Полуэктов Михаил Гурьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы номер 3. Ведёт работу в области инсомнии, расстройств дыхания во сне, медицины сна, нарушений сна у детей. Ученик известного отечественного невролога, академика Александра Моисеевича Вейна. В настоящее время Михаил Полуэктов является президентом Национального общества специалистов по детскому сну и членом правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений. Держатель патента на способ диагностики расстройств сна у детей грудного и раннего возраста. Михаил Полуэктов – автор пяти монографий, более 120 оригинальных и обзорных статей в журналах и глав в руководствах, и ряда научно-популярных книг по сомнологии. Михаил Полуэктов в студии медицины «В контексте». Здравствуйте, Михаил Гуревич. Здравствуйте. Наряду с вашей основной деятельностью, мы только что слышали, зрители слышали, вы врач-сомнолог, есть у вас ещё и одно общественно значимое занятие. Вы автор целого ряда книг, также посвящённых феномену сна, и они адресованы не только профессиональной аудитории. Вот последняя, которую мы сегодня видели, только что вышла из печати. «Загадки сна. От бессонницы до литургии» она попала, вошла в длинный список номинантов на премию «Просветитель». Это известная премия, которая присуждается в области научно-популярной литературы. И наша программа запланировала цикл передач, посвящённых, собственно, и феномену сна, и отражающих основные положения этой книги. А наша программа, она рассматривает человека как звено эволюции, одно из звеньев эволюции. Сон, то, что возникло в ходе эволюции, с появлением определённой очень важной системы организма, хотя все системы организма важны, это очень важная система, я не буду сейчас её называть, потому что нас ждёт рассказ о природе и назначении сна, где вы всё нам назовёте своими именами и представите, пожалуйста. Спасибо, Марина. Вообще странно, наверное, слышать от клинициста рассказы о физиологии сна, но вот с точки зрения моего учителя, СМСича Вейна, базой любого клинического действия должна быть действительно физиология и биология даже в широком смысле этого снового слова. И вот состояние сна настолько сложно для понимания и для того, чтобы затем корректировать его, улучшать сон, что здесь необходимо начать действительно с азов. Поэтому мы запланировали начать наш цикл лекций не с рассказов о бессоннице, о апноэ во сне, о гиперсомнии, а о таких базовых положениях современных, как наука видит состояние сна, откуда он взялся, для чего нужен и каким образом реализуется. Я постараюсь действительно изложить эти соображения так, как я это вижу со стороны клинициста, который интересуется физиологией. Начнем мы, пожалуй, с определения состояния сна. Его дал еще в 90-х годах прошлого века Владимир Матвеевич Ковальзон, наш известный исследователь, биолог. Я только зрителей отошлю к одной из программ «Медицина в контексте», где Владимир Матвеевич выступал. После, кому будет интересно, вы можете посмотреть и эту программу. Извините, да, продолжаю. Потому что просто сказать, что сон – это противоположность бодрствованию, это ничего не сказать. Те определения, которые встречались в энциклопедических словарях, они слишком громоздкие и не структурированные. Вот это определение мне очень нравится, потому что оно структурировано, оно состоит из трех основных частей. Что, во-первых, сон – это генетически детерминированное состояние. То есть на роду нам написано спать, и ничего мы с этим не сделаем, и не только нам. Второе, что это состояние, которое характерно для определенных видов животных. Это очень спорный пункт, мы о нем поговорим позднее. И третье, что сон – это неоднородное состояние, что в нем, возможно, различные подсостояния, подстадии и фазы, и они сменяются в определенной последовательности. Вот это три основных положения, которые мы с вами разберем. Сначала о генетической предрасположенности. Для этого надо вспомнить о том, что продолжительность сна у разных видов млекопитающих отличается достаточно существенно. Мы видим, что больше всех спят бурые летучие мыши в 20 часов в сутки. Броненосцы могут себе позволить много спать, наверное, потому что они хорошо защищены. Много спят хищники, лев, кошка, и в то же время мышь спит столько же, сколько кошка, пока кошка спит. И внизу этого графика мы видим животных, которые не являются хищниками. Это жвачные животные, лошади, коровы. Они не могут себе позволить спать долго, поскольку находятся в постоянном, опасном, так сказать, в состоянии, так сказать, ожидания опасности со стороны хищников. И, по-видимому, их сон отражает самый минимум, который необходим. Лошадь тут лежит, это случайно. Есть такое выражение, возможно, это фольклор. Спит стоя, как лошадь. Это неправда? Правда. Я дальше коснусь, что есть разные фазы сна, и в некоторых фазах лошадь может стоять и спать, хотя иногда она в них же и может лежать, а в некоторых она не может стоять, ей нужно обязательно лечь. Об этом чуть дальше будет. Значит, мы видим, что в зависимости от вида животного продолжительность сна отличается, и эти отличия еще и связаны с типом питания. Хищники могут позволить себе спать больше, как называется, травоядные. Травоядные могут спать меньше всех, а те млекопитающие, которые питаются и растительной, и животной пищей, как люди, как приматы, они где-то находятся посредине этого графика. Сколько же спят люди, которые относятся к двояко питающимся? Вот данные одного из исследований в Западной Европе, 55 тысяч, это большая очень выборка. Мы видим, что большинство, ответивших на вопрос, сколько они спят, людей, спали от 7,5 до 8 часов. Но пик приходится на 8 часов. Были люди и в этом опросе, и во многих других, которые говорили, что они спали по 3 часа, ведь были люди, которые говорят, что они спят по 12 часов. Но мы не можем проверить справедливость этих утверждений, потому что тогда нужно было каждому из этих респондентов проводить исследование сна. Такой возможности нет, и вот такого рода ошибки преодолеваются в основном увеличением размеров выборки. Есть выборки по миллиону человек, когда опрашивались, и тоже в этих выборках обнаруживалось, что наиболее часто продолжительность сна, о которой говорят люди, это 8 часов. То есть около 8 часов, по-видимому, где-то, так сказать, расположена вот эта вот генетически детерминированная норма сна для человека как биологического вида. Мы в свое время проводили опрос в нашей стране, в республике Чувашия, и там, собственно говоря, мы получили точно такие же цифры на меньшей выборке, правда, что большинство респондентов рассказало, что они спят 8 часов, меньшее количество 7 часов, и были и уникальные люди, которые утверждали, что они спят по 3-12 часов. Но это скорее ошибки. Можно подойти к вопросу определения вот этой видовой, видоспецифической продолжительности сна для человека с другой стороны. Можно посмотреть, при какой продолжительности сна человек лучше всего живет, дольше всего живет, меньше всего болеет. Таких исследований тоже очень много проводилось. И вот точно так же была определена такая оптимальная продолжительность сна, она находится в районе тех же самых 7-8 часов. Здесь мы видим минимальное значение смертности в данном корейском исследовании. При уменьшении времени сна смертность увеличивается, при увеличении времени сна смертность еще больше увеличивается. Удивительно. Это выходит за рамки такого логического объяснения. Вроде бы сон – это процесс восстановления, вроде бы чем больше спишь, тем становишься здоровее. Почему же в данном случае мы видим такое заметное увеличение смертности при увеличении времени сна. Этому есть два объяснения пока не очень убедительных. Первое объяснение касается того, что, может быть, в эту выборку входили не только здоровые люди, но люди с различными заболеваниями. И, соответственно, если есть какая-то болезнь, человеку требуется больше времени на восстановление, на борьбу с этой болезнью. Поэтому они попали, соответственно, в правую часть графика, эти люди. То есть, может быть, ему просто труднее бодрствовать. И болезнь-то и определяла вот это повышение смертности. Но есть другое объяснение. Оно появилось совсем недавно. Давайте я вам покажу. Теломеры. Теломеры – модное слово. Вот в этом году было опубликовано очень интересное исследование, которое показало, что у людей, которые спят больше вот этой средней нормы, больше 8 часов, у них теломеры короче. Короткие. Да. А теломеры определяют количество допустимых делений хромосомов. Фактически они определяют продолжительность жизни. И вот, может быть, есть некая особенность или дефектность, можно так сказать. А может быть, особенность, которая искупается какими-то другими уникальными свойствами у людей с избыточным сломом, которое связано вот с этими более короткими теломерами. Пока вот только получен такой научный факт, его еще следует объяснить и соотнести с другими показателями здоровья. Что мы можем сказать о первой части определения сна? О том, что потребность во сне определена на генетическом уровне, она видоспецифична. И о том, что, вероятно, неправильный сон имеет последствия для здоровья. Поскольку вот эта кривая нам показывает, что далеко выходить за рамки генетически определенные времени сна не стоит. Двигаемся дальше, к следующей части определения. А что будет, собственно говоря, если лишить человека сна, что ужасного произойдет? Если для того, чтобы понять, для чего кому-то что-то нужно, нужно этого лишить человека или животного или кого угодно. И тогда сразу станет это понятно. Конечно, эта идея не нам пришла в голову первым, она пришла очень давно в голову ученым и просто людям. И вот один из таких представителей масс-медиа, радиожурналист Питер Трип решил установить рекорд пребывания без сна с тем, чтобы понять, что, собственно говоря, произойдет. Все это было обставлено с такой помпой, характерной для масс-медиа. Поставили на Таймс-сквер прямо будку стеклянную, в которой он сидел и не спал. Все это время он вещал на волнах своей радиостанции, вел благотворительный марафон, к нему приходили журналисты, его навещала супруга, мы можем сейчас увидеть, как он с ней общается, и можно было наблюдать, что он действительно не спит, потому что он все время же говорил. Он смог таким образом прободрствовать 201 час. Насколько это вредно оказалось для его здоровья? Оказалось, это не полезно для его здоровья, потому что где-то... Это почти 10 дней без малого. Да, почти 10 суток он прободрствовал, причем он все время говорил же, его все время было слышно, явно он не спал в это время. И на третий день у него начались галлюцинации. Он там видел в ботинках паутину, открывал шкаф, там тоже что-то он находил, так сказать, неподобающее. На 10-й день он стал обвинять врачей, что они хотят его отравить. И все это он нес в эфир, естественно. Оказывался. Ну, у него были перерывы, когда он должен был тесты проводить, и, соответственно, во время этих перерывов он и выдавал вот эти странные рассказы. И у него шли настоящие галлюцинации уже. И тогда-то и сформировалось мнение, что длительное ограничение времени сна приводит к развитию психических нарушений, прежде всего. Но в дальнейшем этот опыт был подвергнут сомнению. Почему? Потому что Питер Трип для того, чтобы не спать, употреблял метамфетамины. Тогда это было легально. И, соответственно, он поддерживал с одной стороны уровень бодрствия, а с другой стороны неизвестно... Ну, то есть, не амфетаминовый бред, то, что называется. Каким образом, да. Он же не один раз употреблял эти препараты в течение 10 дней. И вполне вероятно, что именно они вызвали галлюцинации, а не само решение сна. Поэтому больше доверия у ученых к другому опыту, который был проведен через несколько лет группой школьников. Они готовили такую программу к ежегодной научной ярмарке в США. И вот они решили побить рекорд Питера Трипа. И один из них, Рэнди Гарднер, начал бодрствовать. Друзья ему помогали. А когда информация об этом опыте уже просочилась в прессу, когда об этом узнало ученое сообщество, на это место приехал еще один из самых известных исследователей сна, Вильям Демент, и наблюдал за последними стадиями этого эксперимента. Здесь как раз научное сообщество могло подтвердить, что этот опыт был настоящий, без употребления каких-то психостимулянтов, и что действительно тайком не спал Рэнди Гарднер. Что происходило с его состоянием в это время? Периодически он тоже видел галлюцинации, то он воображался чернокожим футболистом, то он разговаривал с дорожным знаком, тем не менее периодически он выглядел вполне адекватным. Вильям Демент рассказывает, как он развлекая Рэнди Гарднера ходил с ним в торговый центр, они играли на автоматах и Рэнди у него выигрывал, несмотря на то, что уже шел там десятый день где-то этого эксперимента. В конце эксперимента Рэнди Гарднер выглядел таким образом не очень бодрым, тем не менее он дал интервью, где ответил на все вопросы, выглядел в умственном плане вполне адекватным, потом проспал 16 часов и после этого был признан врачами совершенно здоровым. Вот Рэнди Гарднер два года назад в Сан-Диего с супругой, мы видим, что столь длительное рекордное лишение сна не оказало каких-то значительных влияний на его здоровье в возрасте 62-х лет он здесь. Таким образом, кратковременное, даже полное лишение сна ни к чему плохому не приводит. А если говорить о долговременном лишении сна, приведет ли оно к каким-то существенным нарушениям деятельности организма, для этого опять же ученые обратились к результатам таких естественных скажем жизненных экспериментов, потому что это не жизненная ситуация обычная, это все-таки эксперимент. Это трансатлантическая гонка, когда яхтсмены соревновались, кто быстрее проплывет большую дистанцию в 5000 километров между Европой и Америкой. Это были одиночные лодки, соответственно, для того, чтобы преуспеть, необходимо было как можно меньше спать, поддерживать курс лодки, чтобы она не встала боком к волнению, перевернулась, они были исключительно мотивированы. Некоторым из этих гонщиков надевали специальные датчики, актиграфы, которые измеряли время сна, и вот оказалось, что в течение 9 дней, например, в позднее время этой регаты на сон, у большинства участников уходило 6 часов, у победителей, как победители не старались ограничить свое время сна, идеально было бы, конечно, совсем не спать, но невозможно, не могли они совсем не спать. У победителей время сна составило почти 5 часов. И вот отсюда складывается представление о том, что есть некое минимальное значение сна, которое необходимо для поддержания основных таких функций организма в экстремальных условиях. Это, скорее всего, 5 часов. Это было подтверждено также в опытах с пересечением Атлантики на грибных судах. Даже такое было, видите, в течение 55 дней грибли рыбаки тоже спали по 5 часов, потом одиночное было пересечение на грибной лодке, тоже Том Маклин спал по 5 часов. То есть, получается, что если спать по 5 часов, то основные функции организма, внимания, способность правильно оценивать ситуацию, управлять непростым транспортным средством и в то же время сохранять достаточное здоровье, для того, чтобы добраться до финиша, это обеспечивается 5 часами сна. Есть такой термин в сомнологии это кори, слип, ядерный сон. И вот считается, что 5 часов это ядерный сон, тот сон, который необходим для жизни. Отсюда, кстати, возникает концепция такого способа ограничения сна, так называемого полифазного сна. Это даже не идея, вот это представление о полифазном сне, оно восходит почему-то к Леонардо да Винчи, гениальному ученому, творцу вообще, всего на свете. Можно сказать, универсальному гению эпохи возрождения. и вот приписывается ему такой режим, что он спал по 15 минут каждые 4 часа, на сон приходилось только полтора часа, поэтому Леонардо так много успел в своей жизни. А вот Штирлиц, не могу не вспомнить, он по 15 минут спал после суток бодрствования, такого активного бодрствования шпионского и восстанавливался. Это кинематографический фокус такой, или это действительно возможно восстановиться. Скорее всего это возможно, потому что было исследование, которое показало, что люди неплохо на самом деле отмеряют время. То есть человек даже не имея часов, он может настроить себя так, чтобы задать себе проснуться в какое-то определенное время и если есть очень сильная мотивация, если есть тренировка, это возможно сделать. Освежиться за эти 15 минут? Сильно за это время не освежишься, но немного в себя придешь. вот эта история с Леонардом на самом деле она достаточно сомнительная, потому что исследователи творчества Леонардо сами не подтверждают, что у него был такой режим. Тем не менее, эта идея полифазного сна связывается с его именем и конечно были последователи и сейчас эта идея периодически всплывает в блогах. Некоторые блогеры так вот пытаются повторить этот путь. Несколько документированных случаев, когда ученые наблюдали за этими опытами. Один из наиболее известных состоялся в 89-м году, когда художник Франческо Джост 48 суток провел в таком режиме. Мы видим на этом графике, как он переходил к полифазному сну от монофазного одноразового сна, перешел к трехразовому сну, затем к четырехразовому и потом уже к шестиразовому сну в день. Он спал шесть раз по 30 минут, то есть он спал в два раза больше, получается, чем Леонардо. Он описал, что он себя чувствовал неплохо, он выполнял все свои задания, рисовал картины в это время, шел по пути Леонардо, и он считает, что он был так же хорош в этом рисовании во время этого опыта, как и до, а смог сделать значительно больше. Ученые, конечно, на слово не поверили художнику, а провели тесты его когнитивных функций, тесты на внимание, на запоминание, и оказалось, что да, действительно, существенно эти показатели в течение всего теста не ухудшались. Мы видим по оси абсцисс дни самого эксперимента до 48-го дня, по оси ординат мы видим результаты двух тестов, один на запоминание, другой на внимание, и в начале, например, результат одного теста был 9 баллов, в конце эксперимента 9,5 баллов, несущественно. Другого теста 12,5 баллов, в конце эксперимента 13 баллов, в конце эксперимента 13 баллов, несущественно. то есть, несмотря на то, что вроде бы по всем представлениям такое заметное ограничение времени сна должно было существенно ограничивать его когнитивные возможности, этого не произошло. Может быть, как раз это стало возможным именно из-за этого дробного протокола, полифазного протокола сна. поэтому мы можем сказать, что на короткое время ограничение времени сна возможно, оно не несет последствия для здоровья, и, как это неудивительно, полифазный сон тоже возможен. С другой стороны, этот художник потом не стал спать полифазным сном продолжать. Он говорил, что все-таки ему мешает такого рода режим просто по причинам социальными. Трудно стало взаимодействовать с окружающими, которые спят нормально, потому что ему нужно было в какой-то момент вставать и уходить спать в дневное время, ночью. Ему не с кем было общаться, соответственно, и ему не понравился такой режим, в итоге он его не избрал как свой основной. Каковы же механизмы, которые предохраняют наш сон от его ограничения? Эти механизмы известны. Один из наиболее таких простых является сгущение сна. То есть, когда мы спим меньше, наш сон становится более качественным, более густым, можно так сказать. Это можно, например, увидеть на этом рисунке, на этом графике. Мы видим здесь мощность дельта-активности. Дельта-активность на электроэнцефалограмме характеризует как раз вот эту глубину сна, качество сна. Чем больше дельта-активность во время сна, тем лучше. Мы видим, что на первом графике дельта-активности много. На втором графике, когда время сна ограничивалось, это график бодрствования, энцефалограмма бодрствования, дельта-активность резко уменьшалась. Логично, потому что бодрствования дельта активности почти нет. Но самое интересное, мы можем наблюдать на третьем графике. После того, как испытуемым разрешили спать, сколько они хотят, у них резко возросло количество дельта активности, произошел феномен отдачи. То есть сон берет свое, наблюдается его увеличение мощности самого сна, можно сказать, качества. Таким образом, по-видимому, компенсируется нехватка сна. Есть и другие механизмы, которые обеспечивают возможность ограничения времени сна. Они обнаружены были сначала у животных, у птиц, например. Примером является сон фрегата. Фрегат относится к пеликанам. Это птица, которая почти никогда не садится на землю и на воду. Она не может просто себе этого позволить. Она может только на деревья садиться. И почти всю жизнь она проводит в полете. Ученым удалось зарегистрировать сон этих птиц в полете. Оказалось, что они в полете почти не спят. 0,8 часа в сутки они спят. На суше, когда они оказываются, на ветке, они позволяют себе поспать в волю. Почти половину времени суток. Кроме того, у фрегатов была обнаружена еще одна важная особенность, которая позволяет регулировать потребность в сне. Это мы можем увидеть на нижнем графике, таком непонятном. Но периоды увеличения амплитуды сигнала с этой стороны и с этой стороны говорят о том, что периодически у них случается сон. На энцефалограмме мы видим такую компрессированную кривую, соответствующую электрической активности сна. Интересно, что мы видим, что эта активность появляется то больше с одной стороны, в одном полушарии, то в другом. От чего это зависит? Это зависит от того, в каком направлении птица летит. Обычно и фрегаты, и многие другие птицы летят по кругу, не по прямой. И вот в зависимости от того, в каком направлении они поворачивают, у них спит либо одно полушарие, либо другое. Этот феномен называется феноменом локального сна. То есть раньше по классическим представлениям, когда животное или человек засыпает, то спит весь мозг. И вот у птиц и у других представителей животного мира была обнаружена способность спать только частью мозга. Эта способность была обнаружена как раз российскими, советскими учеными, самыми первыми во всем мире, на дельфинах. Было обнаружено, что дельфин действительно для того, чтобы не забыть, как дышать, не забыть, что нужно всплывать. Вот он спит то одним полушарием, то другим. Вот этот однополушарный сон дельфинов был обнаружен сначала, а потом уже этот феномен локального сна начал обнаруживаться и у других видов животных, и у млекопитающих, и у птиц. Интересно, что у птиц то, какое полушарие спит, зависит от положения птицы в группе. Вот мы видим некую группу птиц, видим, что те, кто находится в средине стаи, могут позволить себе спать двумя полушариями. Те птицы, которые находятся с краю стаи, они должны следить за опасностью, у них один глаз открыт. И вот мы можем увидеть, что напротив, в другом полушарии от закрытого глаза, электроэнцефалограмма изменяется в не больше дельта активности. Дельта активность как раз характеризует состояние сна. То же самое касается птицы, которая находится с другой стороны стаи. То есть перекрестно, да? Да, то есть спит то полушарие, которое относится к закрытому глазу. Это тоже иллюстрация феномена локального сна в животном мире. Долго не было понятно, возможен ли локальный сон у людей, у человека. Потому что так просто электроды вживить у человека не являлось раньше возможным. А потом вживили, и оказалось, что у людей то же самое происходит. Это первое описание локального сна у человека. Это мужчина 20 лет, который наблюдался по поводу эпилепсии, как считали тогда. У него случались ночью приступы неадекватного поведения. Но никакое лекарство ему не помогало, не убирало эти приступы. Ему вживили электроды. Это обычная тактика при резистентной эпилепсии. Для того, чтобы зарегистрировать все-таки эти разряды. И удалось фактически на следующую ночь обнаружить изменения именно во время этого приступа, которые ученых удивили. Хотя они уже знали про локальный сон. Просто они обнаружили, что никакой эпилептической активности во время приступа у этого человека не было. А у него был вот этот феномен расщепления сна. Мы можем увидеть, что выделенные части графика электроэнцефалограмма соответствуют электроэнцефалограмме сна. Это лобные области. Это как раз та часть мозга, которая отвечает за наше самовосприятие, за контроль нашего поведения. Он спал в это время. А все другие области мозга, которые отвечают за движение, за эмоциональную активность, они как раз проснулись и выдавали такой очень необычный приступ, который раньше врачи считали эпилептическим припадком и лечили его от эпилепсии. А у этого человека на самом деле был приступ конфузионного пробуждения, как сейчас это называется. Это вариант, ну как снахождение фактически. То есть вариант, такой вот феномен локального сна явился причиной вот такого необычного поведения. Есть механизмы, которые позволяют компенсировать ограничение времени сна. Это вот сгущение времени глубокого сна, то есть больше дельты активности на энцефалограмме мы видим, когда сон ограничивается. Таким образом мы можем увидеть, что сон становится более качественным, более глубоким, если он ограничивается. И второй механизм это локальный сон, который тоже позволяет приспосабливаться. Мозг может частично спать, частично подростан. И этим, кстати, сейчас объясняют и ошибки, например, людей, которые должны выполнять длительно монотонную работу, требующую внимания операторных каких-то процессов. И вот у них по мере удлинения времени выполнения этих заданий, у них частота ошибок повышается. Это объясняют как раз тем, что периодически их мозг впадает вот в это состояние локального сна, и они просто пропускают вот какие-то, так сказать, необходимые процедуры. Перейдем к следующей части определения сна, это сон свойственный млекопитающим. Так ли это? Ну на этот счет как раз можно поспорить с Владимиром Матвеевичем, потому что исследования последних лет показали, что, скорее всего, и самые простейшие животные тоже имеют состояние сна. Другое дело, как его назвать, сноподобным состоянием или сном настоящим? Раньше считалось, что если на энцефалограмме мы не видим характерных волн, значит, это не сон, это что-то другое. Ну, трудно было снять энцефалограмму у мухи, например, но сейчас удалось уже, уже снимают с нескольких вот этих нервных узлов, снимается нормальная запись электроэнцефалограммы. И было показано, что, да, действительно, дрозофилы, плодовые мушки демонстрируют, собственно говоря, в том состоянии, которое похоже на сон, те же самые свойства, которые свойственны сну, например, млекопитающих или человека. Какие это свойства? Например, время по мере взросления у человека и у животного, время сна уменьшается. У дрозофилы мы тоже можем увидеть, вот здесь три разных возраста дрозофил, и мы видим, что только что вылупившиеся дрозофилы имеют большее время сна, через несколько дней время сна их уменьшается, потом уменьшается еще раз. То есть, как и у людей, у животных по мере созревания нервной системы требуется меньше сна. Кроме того, химические агенты, которые вызывают или мешают сну у людей, они точно так же действуют на вот это состояние, похожее на сон и у дрозофил. Мы видим, что кофеин уменьшает время сна, чем больше кофеина, тем меньше времени сна. А другой препарат, который обладает снотворным действием, гидроксизин, и у людей тоже, вот он, наоборот, увеличивает время сна, время покоя у дрозофил. Таким образом, сейчас считается, что все-таки состояние сна свойственно не только млекопитающим, но и более простым организмам. Было показано, например, что состояние, подобное сну, которое можно расценивать как сон, возникает, например, у маленьких круглых червей. Вот у этих... Элеганс, да? Рабдитис элеганс называется этот круглый червь, но не у него самого, а у его личинки. Вот и у личинки периодически возникает состояние летаргуса, и были обнаружены даже гены группы период и лин, которые связаны с этим состоянием. Причем это происходило независимо от периода освещенности. Значит, это, опять же, генетически обусловленный процесс. Ну, просто червь очень хорошо изучен генетически, у него и обнаружили. У него очень простой, действительно, геном. Да, просто его первым, по-моему, читали этот геном. Да, и поэтому его очень любят и очень любят ученые за простоту. И здесь как раз были обнаружены гены сна, можно так сказать, личинки этого червя. У человека гены сна до сих пор не обнаружены. Считается, что их очень много, и часть из них относится к генам биологических ритмов, а часть непонятно к чему относится пока. И самым простым организмом, у которого обнаружено состояние, которое сейчас можно назвать сном, является медуза. Медуза кассиопея или перевернутая медуза. Она так и плавает в перевернутом виде. И когда фиксировали с помощью видеорегистратора пульсацию медузы, оказалось, что мы видим, что отличается частота пульсации в дневное и в ночное время. А плавает она все время? Плавает она все время. Она не переворачивается, когда засыпает. Нет, она и во сне так же плавает. А у нее есть простейшая нервная сеть, нервные узлы. И оказывается, эти нервные узлы тоже периодически засыпают, снижают свою активность. Вот это самый простой из организмов, на сегодняшний момент известных, имеющих состояние сна. Итак, скорее всего, если нервная система есть, то есть и сон. Пока ученые считают, что все-таки для того, чтобы перейти в состояние сна, необходим некий управляющий узел. Он должен иметь место, он должен иметь возможность переводить весь организм в это состояние. Третья часть определения сна о том, что сон — это состояние неоднородное. Что мы не ложимся вечером спать в одном положении, не проводим всю ночь в одном и том же состоянии. Это состояние все время изменяется. Это было показано достаточно давно. Вот это первое исследование глубины сна, которое в XIX веке еще производилось с кульшутером. И мы видим, что возможность пробуждения человека на звуковые стимулы различной интенсивности, она в течение ночи изменяется. В некоторые периоды ночи требуется большая сила звукового стимула, чтобы разбудить, а в другие периоды меньше. И мы здесь можем наблюдать характерную цикличность. Примерно с одинаковой периодичностью повторяются вот эти вот подъемы и спады возможности пробуждения от звукового импульса. То есть уже в XIX веке было высказано предположение, что состояние сна не является однородным состоянием. В дальнейшем по мере развития техники удалось все-таки подтвердить это более очевидным путем, зарегистрировав электроэнцефалограмму человека. Это произошло во многом благодаря открытию Ганса Бергера, психиатра, который в клинике Йене проводил опыты по регистрации электроэнцефалограмма с поверхности скальпа человека. И вот 6 июля 1924 года ему с помощью такой громоздкой аппаратуры удалось зарегистрировать первую электроэнцефалограмму. Сначала в состоянии бодрствования, он назвал первый ритм, который он увидел, альфа-ритмом, а потом он также описал, как изменяется электроэнцефалограмма человека в состоянии сна. И вот благодаря этому открытию появилась возможность действительно объективно изучать, что происходит в состоянии сна. Потому что оказалось, что вот эти электроэнцефалограммы, они имеют исключительно специфичность для разных состояний сна. Для того, чтобы определить, в какой из фаз или стадии сна человек находится, проводится специальное исследование, которое называется полисомнография. Ну вот пример такого исследования. Наклеиваются датчики на голову человека, и, соответственно, снимается информация не только об электроэнцефалограмме, а также о напряжении мышц подбородка, о движении глазных яблок. И, собирая эту информацию воедино, уже специалист, эксперт может сказать, в любой момент времени находится человек в состоянии сна или бодрствования. А если сна, то в каком из состояния сна он находится. Примерно то же самое доступно и для животных. С ними просто не церемонятся, им вживляют уже под кости черепа. Электроды ставят их прямо на ткань мозга и могут урегистрировать тоже в течение длительного времени электроэнцефалограмму. Имеются электрические феномены, которые характерны для определенных состояний сна. Человеку, который знаком с этой проблематикой, очень легко на самом деле определить, в какой стадии сна находится испытуемый, да, или пациент. Потому что имеются особенности энцефалограммы в стадии поверхностного сна. Это первая стадия. Мы видим, что изменяется частота энцефалограммы от бодрствования к первой стадии сна, к засыпанию. Во второй стадии сна появляются специфические волны, так называемые веретены сна. В третьей стадии сна максимально выражена дельта активность. Это самый глубокий, самый восстанавливающий сон. И есть еще особое состояние сна, фаза быстрого сна, или сна с быстрыми движениями глаз, при котором имеются тоже специфические феномены. Особый вид энцефалограммы с тетаритмом и быстрое движение глазных яблок. Можно проиллюстрировать, каким образом эксперт оценивает стадии сна. На верхнем рисунке мы видим электроэнцефалограмму в начальном поверхностном сне. Это первая стадия сна. Мы видим мышечное напряжение, видим движение глазных яблок, вот сама электроэнцефалограмма. Мы видим, что здесь нет четкого альфа-ритма, а есть эпизодические всплески альфа- и тета-активности. А если же мы сопоставим эту кривую с нижней, которая характеризует глубокий сон, то мы можем увидеть совсем другую картину. На электроэнцефалограмме выражена дельта-активность, медленные волны, высокоамплитудные. Глазные яблоки не двигаются. Здесь нет противофазных движений глазных яблок в ту или другую сторону. Электромиограмма чуть меньше в глубоком сне, чем в поверхностном сне. Таким образом, эксперт может в любой момент времени оценить, в каком состоянии сна находится человек. И по результатам вот такой экспертной оценки компьютер потом подсчитывает соотношение различных стадий сна и строит нам кривую, которая называется гипнограммой. И в этой гипнограмме отражается, собственно говоря, все, что происходит во сне у человека, и точно так же и у животных строится эта кривая. Что мы можем увидеть на этой гипнограмме? Мы можем увидеть процесс вхождения в сон. Вот короткий период бодрствования после начала записи электроэнцефалограммы. Переход в первую стадию, во вторую, в третью стадию, самый глубокий сон. Потом маленький кусочек РЭМ-сна, сна со сновидениями. И что очень-очень важно, это то, что вот эти вот стадии сна повторяются с определенной закономерностью. Эта закономерность называется периодичностью сна, периодами сна. Мы видим, что в стадии сна сменяются с периодом в полтора часа у здорового взрослого человека. Совершенно непонятно, почему человек и животные должны спать периодически, почему они не могут просто лечь и выспаться. Сначала перейти в первую стадию, во вторую, потом в третью, потом в четвертую и утром проснуться после быстрого сна. Непонятно, для чего нужна эта периодичность. Можно предположить, например, что те первые живые существа, которые не имели этой периодичности, они вымерли, потому что они как засыпали без задних лап, так и просыпались часто без задних лап. Они не контролировали обстановку, они были абсолютно беззащитны перед хищниками. А те животные, которые периодически подбуживались, выходили в более поверхностный сон, они имели преимущество, потому что они все-таки могли оценить опасность обстановки и вовремя убежать. Во сне есть два принципиально отличающихся состояния по электрофизиологическим характеристикам. Это фаза медленного сна, когда преобладает медленноволновая активность на электроэнцефалограмме. Она включает в себя первую, вторую, третью стадии. Она занимает почти все время сна, 75%. И фаза быстрого или РЭМ-сна, который занимает только 25% времени. И сновидение только там? Не только там, но большей частью именно в фазе быстрого сна. Вот считается, что и функции двух этих состояний сна отличаются. Для фазы медленного сна характерна все-таки функция физического восстановления, прежде всего, организма. Восстановление запасов энергии, рост и деление клеток, управление внутренними органами. Вот считается, что медленный сон обеспечивает прежде всего именно эти функции. Как это было обнаружено? Ну, например, у спортсменов после интенсивных тренировок можно наблюдать, как увеличивается количество именно этой части сна, медленного сна. Ну, также у животных на фоне различных нагрузок это было показано. Это одна из важных, на самом деле, картинок, один из важных экспериментов, в котором было продемонстрировано, что именно во время сна увеличивается концентрация в клетках мозга аденозин-трифосфорной кислоты, главного аккумулятора энергии для почти всех биохимических процессов, которые происходят в клетке. То есть, именно во время сна происходит запасание энергии. И именно это связывает именно с состоянием медленного сна. А состояние быстрого сна, с фазы быстрого сна связывают прежде всего функции психического восстановления. И вот сновидение тоже рассматривается как такой эпифеномен, который отражает процессы в нашей психике, которые отражают какие-то потребности человека, какие-то нерешенные проблемы. И несет фактически функцию психической адаптации. Если человек сталкивается с проблемой, он не может ее решить. Во сне как-то. Попытки решить эту проблему, они переходят уже в сновидение. И в сновидении он пробует другие модели решения этой проблемы. Также с фазы быстрого сна связывают функцию запоминания в некоторых модальностях памяти, прежде всего процедурную память. То есть это запоминание, например, маршрута, запоминание таких действий, которые мы не осознаем, но которые мы автоматически выполняем. И создание программы поведения наиболее загадочной функцией быстрого сна – это вещи сновидений. Что-то там приснилось, что потом в жизни может случиться. С чем это связано? Ну вот наиболее такой... То есть в Менделееву привиделось, очевидно... Ну это творческие сновидения, это не совсем вещи сновидений, это просто отражение процесса творчества. А вещи – это когда человек, оказываясь в каком-то месте, или когда с ним что-то случается, он вспоминает, что это же ему снилось раньше, он видел во сне. И вот с научной точки зрения это просто совпадение того вероятностного прогноза, которое делается в сновидении, с тем, что может случиться, а может не случиться на самом деле. Чаще не случается все-таки. Есть еще одна интересная функция, именно у фазы быстрого сна – утро вечера мудренее. Есть такое расхожее выражение. И вот считается, что сон, и особенно быстрый сон, он отвечает за такое эмоциональное регулирование, за то, чтобы наши воспоминания лишались вот этой вот избыточной эмоциональной шелухи. Мы видим, например, на этом рисунке, как луковая шелуха, да, счищается вот с воспоминания о событии, так называемый аффективный тонус уходит с каждым периодом сна. То есть сон выполняет функцию такой фильтрации избыточной эмоциональной информации с тем, чтобы в памяти осталась только информация чистая, лишенная каких-то оценок. Поэтому говорят, что утро вечера мудренее, вечером проблема кажется нерешаемой, потому что она вся вот еще окружена вот и нашим восприятием, эмоциональным тонусом. А на утро человек имеет дело с чистой информацией, без каких-либо мешающих ее анализу эмоциональных состояний. Итак, внутри сна присутствует два принципиально отличающихся состояния. Это медленный и быстрый сон, или медленно-волновый, сон с быстрыми движениями глаз, кому как больше нравится. Почему возникает сон? Этого уже нет в определении. Это наш рассказ движется уже дальше для того, чтобы определиться, собственно говоря, почему когда-то мы хотим спать, когда-то не хотим, когда-то просыпаемся. И одним из первых, кто смог ответить на этот вопрос, был выдающийся австрийский невролог Константин фон Эконома. Его именем названо одно из тяжелых заболеваний, литургические или эпидемические энцефалит Эконома. Это заболевание непонятной природы, которое свирепствовало в годы Первой мировой войны. И фон Эконома делал очень много исследований, много вскрытий людей, умерших от этого заболевания. И вот тогда-то он и подметил, что люди, которые умирали на фоне бессонницы, имели поражение в одной зоне мозга, в передней зоне мозга, в переднем гипоталамусе. А люди, которые погибали на фоне литургии, постоянной сонливости, имели поражение в области ствола мозга, в других отделах. И он одним из первых, не то что предположил, предполагали до него, смог доказать, показать морфологически, что есть определенные участки мозга, которые связаны либо с бодрствованием, либо со сном. И в дальнейшем это предположение подтвердилось при помощи различных электрофизиологических исследований. Очень большую роль в этом сыграли исследования Грациуму Гуна и Джузеппе Маруци, исследователи из Италии и США, которые на основе исследований электроэнцефалограммы предложили такую теорию ретикулярной активирующей системы, что вся информация, которая приходит к нам от органов чувств, например, она проходит по определенному пути. Этот путь обладает свойством стимулировать все остальные отделы мозга. То есть постоянный приток информации дает возможность нашему мозгу поддерживать состояние бодрствования. Они назвали эту структуру мозга, это конкретный, опять же, участок в стволе мозга, ретикулярной активирующей системы. И вот как выглядит современная теория регуляции сна, которая началась с исследования эконома, Магуны Маруци, многих других ученых. Вероятность наступления сна определяется постоянным взаимодействием двух основных мозговых систем. Это система, поддерживающая бодрствование. Она состоит из нескольких центров мозга. Их сейчас насчитывается порядка 8 штук. Они имеют разные нейромедиаторы, разные функции, но в том числе они вместе несут вот эту функцию поддержания бодрствования. И есть система синхронизирующая, которая стремится погрузить мозг в состояние сна. Она состоит из нескольких центров. Есть два центра для медленного сна. Один из них, самый главный, располагается в области гипоталамуса. Второй, красненький, второй располагается в области ствола мозга. И есть два центра быстрого сна. Тоже один из них располагается в гипоталамусе, другой располагается в области ствола мозга. Эти центры постоянно борются друг с другом за контроль над мозгом, но побеждают обычно центры бодрствования. Почему? Потому что на их стороне еще играют внутренние часы. Внутренние часы — это не просто слово, это определенная зона мозга в области гипоталамуса, супрахиазминные ядра, и внутренние часы в дневное время дополнительно активируют центры бодрствования, они помогают им работать еще активнее. Как только интенсивность светового потока снижается, как только на улице темнеет, внутренние часы перестают помогать центрам бодрствования, и мозг начинает сдаваться, переходить уже в состояние сна. Сейчас одним из самых главных веществ, которые обеспечивают возникновение состояния сна, признан нуклеозид аденозин. Он является медиатором, поскольку к нему есть специфические рецепторы. Да, все-таки это нейромедиатор. И именно накоплением аденозина объясняется сейчас возрастание уровня сонливости в течение дня. То есть, чем дольше мы бодрствуем, тем мы больше хотим спать. Это показано в экспериментах. Например, в данном случае на животных мы видим, что по мере бодрствования количество аденозина в процентах увеличивается в головном мозге. По мере отдыха, возможности спать, количество аденозина уменьшается. Так он переходит в АТФ, наверное? Да, скорее всего, он захватывается, присоединяет к себе фосфорные остатки, становится уже неактивным, уже выполняет другую роль, роль клеточного аккумулятора. Я говорил о внутренних часах. Хочу еще раз показать, где находятся эти внутренние часы. Главный центр регуляции биологических ритмов у млекопитающих и у человека – это супрахиатменные ядра гипоталамуса. В гипоталамусе есть такая группа, совсем небольшая, из 100 тысяч нейронов. Напомню, что в мозге порядка 80 миллиардов нейронов. Что такое 100 тысяч нейронов? Тем не менее, внутренние часы управляют всем мозгом, задают правильные ритмы не только сна и бодрствования, но и многие другие. И кроме того, есть такое загадочное образование, которое называется эпифизом, который выделяет гормон мелатонин, который тоже участвует в регуляции цикла сна и бодрствования, но он все-таки здесь находится на вторых ролях. Он подчиняется супрахиазменным ядрам. Мелатонин называют посланцем темноты, потому что он вырабатывается именно в ночное время суток. Это гормон, наиболее тесно привязанный к биологическим ритмам. Он является главным маркером биологического ритма, правильного или неправильного. Поэтому, когда мы хотим оценить, есть у человека сбой внутренних часов или нет, мы в первую очередь измеряем уровень мелатонина в крови. Вот мы видим, что концентрация мелатонина начинает возрастать в вечернее время, достигает пика в районе двух часов ночи, и к утру снижается, исходит фактически на нет. Мелатонин синтезируется железой, которая называется эпифизом. Как это неудивительно звучит и выглядит. Эпифиз — это действительно настоящий третий глаз. Не с точки зрения метафизики, каких-то трансцендентальных практик, а с точки зрения биологии, эволюции. Да, действительно, у животных, у древних, да и у нынешних рептилий некоторых и некоторых рыб имеется вот этот самый третий глаз. Это вот такое истончение костной пластинки. Мы здесь можем увидеть истончение кости черепа. Через это истончение проникает солнечный свет. И животное таким образом узнавало день, сейчас или ночь. То есть его глаза раньше были лишены этой способности. И биологи установили, что вот тот орган, который находился, третий глаз, который находился под черепом у, например, ящерицы, он идентичен обычному глазу. То есть это такой вот измененный глаз той же самой ящерицы. Что потом произошло в процессе эволюции? Произошло горе от ума. Полушария мозга так увеличились в размерах, так разрослись, что они оттеснили бедный третий глаз внутрь мозга. И он потерял связь с внешним миром. Он уже не видел солнца. И природе пришлось срочно перестраиваться, искать другую возможность, дать информацию об уровне освещенности мозгу. И тогда в глазах уже появились, в сетчатке глаз появились особые рецепторы, которые реагируют только на уровень освещенности. И вот они-то сейчас у человека, у млекопитающих, дают нам эту информацию и доносят ее до супрахиазных ядер. А раньше эпифис был главным источником информации об уровне освещенности, и он был главным водителем биологических ритмов. Еще у птиц он управляет биологическими ритмами. А у людей сейчас и у млекопитающих он имеет только подчиненное значение. Вероятность наступления сна определяется таким достаточно сложным, на первый взгляд, взаимодействием двух процессов. Один процесс, о котором мы уже говорили, это процесс накопления усталости. Чем дольше мы не спим, тем больше нам хочется спать. Его связывают с накоплением аденозина. Вот это тот процесс С. Чем дольше бодрствуем, тем больше хотим спать. А второй процесс, это как раз процесс хронобиологический, который определяется внутренними часами. Утром мы немножечко заторможены, не так хорошо выполняем все задания. К обеду мы разгуливаемся, все лучше и лучше работаем. После обеда начинается спад. Это повторяется закономерно каждые сутки. Это процесс, который не зависит от времени бодрствования, он зависит от работы наших внутренних часов. И вот когда эти процессы идут в определенном направлении, тогда возникает вопрос, возможность засыпания. Этот момент называется воротами сна. То есть если человек долго бодрствовал, у него накопилось уже много аденозина, он хочет спать, а мозговая активность пошла на спад в вечернее время, все совпало, да, разрыв максимален. И если он отключится от внешних стимулов, примет горизонтальное положение, он скорее всего заснет. Что будет происходить дальше? Дальше аденозин будет быстро встраиваться в молекулы АТФ, его будет становиться все меньше и меньше, склонность ко сну будет падать. А вот эта мозговая активность, которая определяется внутренними часами, она в какой-то момент пройдет свой минимум и пойдет на подъем. И вот утром возникнут условия, когда уже эти ворота сна закроются, и человек проснется от минимального раздражителя, потому что просто у него не будет никаких оснований продолжать свой сон. Эта модель выглядит немножко искусственной, но она замечательно объясняет очень важный момент. Почему нельзя выспаться после ночного дежурства? Почему никогда мы не получаем обратно те 8 часов сна, которые мы потеряли во время бессонной ночи? Почему это происходит? Вот взгляните на другой график. Вот человек, который работает ночью, он еще дольше бодрствует, у него еще больше накапливается вот этого аденозина, вещества сна. Он приходит домой, например, ну во сколько, 8 часов утра, собираясь хорошенько отоспаться за бессонную ночь и вернуть обратно эти 8 часов. Он действительно ложится спать, засыпает, но потом у него начинается быстрое уменьшение концентрации аденозина, у него вот это давление сна, так называемое, уменьшается, а мозговая активность в утренние часы, она же продолжает идти на подъем, и его ворота сна закрываются очень рано, не через 8 часов, а через 4 часа. И, наверное, многие из нас знают на своем опыте, что это так оно и есть, что никогда после ночного дежурства невозможно... Хорошенько не выспишься. Хорошенько не выспишься, да. Это просто физиология, это вот эта теория двух процессов. Да, красиво. Итак, наступление сна обеспечивается взаимодействием трех основных мозговых систем, активирующие, синхронизирующие и внутренние часы. Математически это взаимодействие описывается теорией двух процессов. И перейдем к заключительной части нашей лекции. Это, собственно говоря, для чего нужен сон. В чем основная функция сна, да, что он дает измученной душе, как говорится. Вот сейчас несколько теорий популярны. Одна наиболее известная — это восстановительная теория. Что-то там у нас восстанавливается в мозге или в других частях тела во время сна. Действительно, эта теория подтверждается данными, которые я уже приводил, что в мозге происходит накопление аденозина-трифосфорной кислоты, зарядка клеточных аккумуляторов. Это подтверждается данными изучения гормонального фона. Именно во время сна выделяется самототропный гормон. Мы видим 23 часа, время ночи. И вот два больших пика секреции самототропного гормона. 80% гормона роста вырабатывается именно во время глубокого сна. И когда говорят, что дети растут во сне, да, действительно, они растут во сне, потому что в это время самототропный гормон вырабатывается. Новые данные сейчас в пользу восстановительной теории были получены. Ну, уже достаточно давно, 6 лет назад, было обнаружено на мышах, аптогенетически модифицированных. У них, в чем уникальность этой работы была, что удалось у живой мыши в режиме реального времени посмотреть, как изменяется межклеточное взаимодействие. В данном случае изучалось прохождение тетраметиламмония через интерстициальное пространство, межклеточное пространство между нейронами. И оказалось, что когда мышь засыпает, эти пространства увеличиваются в полтора раза. И очищение мозга от некоторых белков, в частности от бета-амилоида, тау-протеина, также увеличивается где-то на 60%. О чем это говорит? О том, что... Сушать надо. Что шлаки выводятся именно во сне из мозга. И, конечно, это исследование сразу же стало очень известным, потому что его привлекли для объяснения ускорения прогрессирования, например, болезни Альцгеймера у плохо спящих людей. То есть, если человек плохо спит, у него хуже выводится бета-амилоид, и больше его задерживается в мозге, и болезнь Альцгеймера развивается быстрее. Есть принципиально другая теория, которая еще более популярна в настоящее время, объясняющая предназначение сна. Это теория синаптического гомеостаза. Она объясняет необходимость для нас каждые сутки переходить в состояние сна, в состояние полного отключения от внешнего мира особыми потребностями нейронов. Для того, чтобы перераспределять так называемые нейрональные веса, чтобы нейрон не перегружался новой информацией, ему нужно периодически чистить себя. Схематически на этом рисунке изображено, как это происходит утром, когда мы просыпаемся. Вот у нас один, например, некий нейрон взаимодействует с двумя другими нейронами. Это, так сказать, результат предыдущего нашего опыта. И некое количество информации протекает в единицу времени через эти контакты. Днем мы получаем новую информацию, мы учимся обязательно, хотим мы этого или не хотим. Появляются новые связи между нейронами, и нейрон должен уже обслуживать еще больше связей. Соответственно, если бы состояние бодрствования длилось бесконечно, количество связей нейрональных увеличивалось, увеличивалось, и в какой-то момент нейрон не смог бы обслуживать эти связи, у него не хватило бы просто энергии той же самой. Поэтому в какой-то момент должно наступить переключение в другое состояние, когда нейрон не занимается своим прямым делом, не обслуживает эти информационные потоки, а занимается их перераспределением. Те связи, которые оказались не важны, он их просто обрезает. Вот она исчезает. Эта связь оказалась неподкрепленной дальнейшим опытом. Другие связи, важные, которые оказались необходимы для дальнейшей жизни, они остаются и получают преимущество. Связи менее важные, но тоже необходимые, получают меньший рейтинг, можно так сказать. Но общее количество информации, которое протекает через нейрон, после сна оказывается тем же самым, что и было сутки назад. Таким образом поддерживается синаптический гомеостаз. Одна и то же функция синапсов, одно и то же количество информации, которое через них протекает. Эта теория сейчас наиболее популярна. Она объясняет, зачем сон нужен мозгу. Зачем сон нужен другим частям тела, эта теория не объясняет. Не так давно было получено, кстати, морфологическое подтверждение этой теории. На мухах оценивалось количество шипиков в зрительной коре, в нейронно-взрительной коре шипики позволяет в процессе обучения одним нейронам связываться с другими. Чем больше шипиков, тем более нейрон активен, тем больше нейропластичность. Здесь показано, что количество шипиков увеличивается на фоне обогащенного бодрствования, когда мухи предъявляли какие-то стимулы. А после сна количество шипиков уменьшается. Таким образом, теория синаптического гомеостаза получила морфологическое подтверждение, что да, действительно, это происходит на самом деле. Я уже говорил о том, что понятно теперь, что сон нужен для мозга, но почему тело после сна отдыхает? На этот вопрос ученые пока не могут дать ответ. Есть интересные данные о том, что, например, увеличение времени сна у профессиональных спортсменов приводит постепенно, в данном случае в течение 40 дней, к улучшению их спортивных показателей. Они начинают быстрее пробегать 100-метровку, где-то на полторы секунды улучшился их результат на фоне увеличения времени сна. Каким загадочным образом сон влияет на восстановление мышечной системы, пока неизвестно, это предстоит выяснить. Итак, состояние сна обеспечивает восстановление некоторых функций организма. Это показано, прежде всего, центральной нервной системой, функции, которые связаны с ее функционированием. Для этого необходимо переходить в особый режим, в режим отключения от внешних стимулов. И, скорее всего, сон нужен не только для головного мозга, но и для других частей тела. Но пока еще это не показано, каким образом осуществляется. Спасибо большое. У нас есть рубрика по скриптам, и в ней я хочу задать вам вопрос. Частично вы затронули проблему плохого сна у людей с болезнью Альцгеймера. Но здесь вот в моем вопросе речь идет о людях, которые предрасположены к болезни Альцгеймера. Свежее исследование его провели ученые американские северо-западного университета. Это в июньском номере журнала аналог клинической и трансляционной нейрологии. И вопрос мой, собственно, о таком понятии, как шум. Я имею в виду не шум кувалда за стеной, за окном, который мешает уснуть, а белый шум, а сейчас уже появился какой-то розовый шум. И исследование, о котором я говорю, заключается в том, что подача вот этого розового шума в определенные фазы сна у людей с умеренными когнитивными нарушениями в определенное время медленного сна, оно вроде как улучшает качество их сна. И я знаю, что люди, вот просто мне рассказывали знакомые, они прибегали к воздействию белого шума, потому что, скажем, есть такое заболевание, как тени, то есть шум в ушах невероятно не дает человеку функционировать, и спать он не может, не только работать, но и спать. И единственное, что спасало, это белый шум. Вот белый шум, розовый шум, как они действуют, что это такое? Ну, одна из теорий, которая объясняет такое предположительное влияние шума, это теория резонанса, собственно говоря. И речь идет о таких звуках, как там шум дождя, да, вот то, что записывают иногда даже на диске пение птицы. Что такое белый? Как это звучит? Да, электроэнцефалограмма – это же колебательный процесс, да, это волны с определенной частотой. И известен эффект резонанса в физике, что если к этим волнам добавить еще волну с похожей частотой, то ее можно раскачать, увеличить ее амплитуду. И если взять, например, дельта-волны, которые характеризуют самый глубокий, самый восстанавливающий сон, если добавлять какие-то стимулы, которые будут близки по частоте к дельта-волнам хорошего глубокого сна, то таким образом теоретически мы можем углубить сон, увеличить количество в нем дельта-активности. И действительно для этого пробуют использовать разные воздействия. Разные виды шумов – это одно из направлений. Другое направление – это тактильное воздействие. На кожу с определенной частотой подаются сигналы. Вот есть воздействие через бинауральные шумы, когда с небольшим сдвигом частоты подаются звуковые стимулы. Но идея в основе лежит одна и та же – раскачать дельта-активность. Действительно, такие эксперименты сейчас ведутся. Пока такого клинического применения они не нашли. Потому что до сих пор непонятно, что даже если мы увеличим эту дельта-активность, даст ли это что-то в плане восстановления организма дополнительно. Для этого нужно оценивать различные показатели здоровья, а не просто электроэнцифалограмма. Таких данных пока еще не получено. Но это интересное направление, потому что оно позволило бы создать гаджет для сна. Такие гаджеты на самом деле уже на рынке есть, и в России тоже. Но пока еще недостаточно данных, насколько эти гаджеты помогают здоровью. То, что они улучшают дельта-активность, да, это показано. Спасибо большое. И я напомню нашим зрителям, что мы не прощаемся надолго. Нас ждет продолжение рассказа. Следующая серия нашего цикла будет посвящена бессоннице. До новых встреч, Михаил. Всего доброго. Всего доброго.